Приветствую вас и, на мой взгляд, есть некоторая связь между тем, что вы чувствуете себя одиноко и тем, что при малейшем недопонимании вы прерываете общение. Смо к себе, чувство одиночества, изоляции, это означает проблемы с коммуникацией, проблемы с общением, проблемы с социализацией. Этот этап, этап социализации, этап, как мы начинаем общаться с другими людьми, по одним точкам зрения, значит, моделируется из отношений с родителями, коррета Фрейд, по другим точкам зрения, формируется из личных отношений, из личного опыта, из собственных моральных ценностей, идеалов, стремлений, желаний и идентификации себя. То есть, осознавание своих ценностей, своих достоинств, своих недостатков и, соответственно, грамотное ими, грамотное распоряжение ими. Конечно, говорить о том, какая я с точки зрения верна, я бы не стал, потому что, мне кажется, что и та, и другая точка зрения правильная. В каком-то смысле. И потому я бы предложил вам поработать с обеими из них и посмотреть, в чем именно наблюдается проблема. То есть, если проблема связана, допустим, с моделями общения в кругу семьи. Проблема, безусловно, серьезная и очень комплексно генерируемая, скажем так. То есть, благоприятная для развития комплекса. Комплекс – это невыраженные переживания по поводу каких-то определенных ситуаций и последующее влияние их на вашу дальнейшую жизнь. Комплекс – это когда соответствующий аффект, это самое переживание, объединяет некоторые элементы ситуации в единое целое, и когда вы встречаете данный, один особый элемент этой ситуации в жизни, он автоматически запускает у вас то самое эмоциональное переживание, которое, собственно говоря, вы испытывали в изначальных ситуациях. И работа здесь заключается в поиске этой самой первоначальной ситуации и разрушении комплекса. То есть, устранение причинно-следственной связи между элементами. Понимание и ознание того факта, что эти элементы абсолютно никак не связаны. Для примера можно привести следующее. Вот, допустим, кто-то из ваших родителей на вас, скажем, начинает кричать, когда вы общаетесь с ними. У вас нет другого выхода, кроме как прорывать общение, потому что вы не можете ничего им доказать. Соответственно, точно такой же метод вы можете использовать и другими людьми, автоматически считая, что доказать им вы ничего не можете. Излишне, наверное, было бы сказать, что это ошибочное поведение, неправильное, деструктивное. И вот его, допустим, нужно исправлять. В случае, если у нас наблюдается проблема больше личностного характера, то есть, это проблема в осознании своих ценностей, в осознании своих достоинств, своих недостатков и так далее, то тут тоже нужно разбираться и только тогда можно говорить о том, что вам делать. То есть, имеются проблемы. Можно лишь вот в таком формате, смотря вопрос-ответ, дать вам какое-то общее направление того, что нужно делать. Но пока не будет более развернутой истории вашей, пока не будет понятна, скорее, причины того, что с вами происходят последствия, говорить о реальной помощи, наверное, не приходят. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...